так еще раз всех приветствую я родом из афганистана живу в москве 2002 года я на самом деле разделил свои там по пять лет этапа своей жизни и так как все-таки основные запоминающиеся моменты хотел бы рассказать я родился в девушеком году в городе джалабад в афганистане детство провел в афганистане вот эти первые шесть лет говорят то что они самые но больше всего влияния имеют на человека там подсознание закладывается много модели поведения и все такое я жил с родственниками мамы все братом отец здесь в москве был он здесь начинал работать торговлю торговли начинал заниматься и в итоге 2000 ну вот в этом доме на самом деле чувствовал себя очень тепло очень уютно за все это время я ни разу не видел косой взгляд какой-то знаете бывает все равно когда ты живешь доме не у себя там да ты иногда можешь какой-то значит кто на тени так посмотрел кто-то не то сказал кричал да я помню вот момент который показывает насколько какую любовь я получил в этом доме один день дольный брат поймал птичку птичку поймал и я говорю ну да и его подержать и стоял там ее его папа и он говорит да ему чё-то жалко что-то не готов не отпустит ведь я тебе сказал дай дает цепляет ты на улетает улетает и он такой что-то хотел голос повысить и отец будет тут но настолько я в этом доме вот такую любовь опеку чувствовал и на самом деле заложили в меня вот это любовь к религии у меня семья религиозная с маминой стороны очень и там травих нам а утренний намаз это все равно горит не воспитывайте себя вас питают они воспитывать детей воспитывайте себя дети все равно будут как вы и на самом деле я рос на таком модели поведения где вот эта красота ислама это доброта милосердие в этом доме я и они к ся вот к этой любитность это все заложилось там мистера вих меня брали на утренном азу не обрали собой и это все конечно же дает плоды сейчас шесть лет я приехал в москву и поступил весь в школу там и я помню мне для очень повезло у нас классный руководитель у него имя фамилия была галина михайловна а на самом деле она взяла себе такое простое русское такое имя а по факту у него была фамилия алиудиново тоже алиудиново с алиудиновым нам очень везет и в общем алиудиново и она дала мне вот это милосердие и любовь в исламе которые есть то есть и например кто-то на меня что там начинает кричать русскими словами томатом или что-то она к не молчи ответьте то есть я такую опеку то есть здесь тоже получил по нас лишнего и во мне все равно я чувствовал что здесь какая-то поддержка есть ну наверное еще то что у меня на два года старший брат есть я тоже это наверно всегда чувствовал что у меня есть поддержка далее то есть это вот второй этап здесь школа случае с учительницей то что она всегда пыталась как-то эту любовь дать то что чтоб ты не чувствовал я себя чужим потому что некоторым в этом вопросе нами не везет мне ахамдуля очень повезло вот это есть фраза учителями славится россия и я в своей школе в этом но личным примером убедился там учитель по труду первый урок начал бог един не суди на не судим и будешь и вот этот такое воспитание теплоту до сих пор у меня с ним такие теплые отношения такой советской закалки человек но очень добродушные очень милосердный и есть у человека это понятие бога то есть такие люди мне окружили с 10 до 15 лет уже там все равно какая-то наверное неуверенность в себе была там начал ходить на борьбу на на тайский бокс и вот эта вся неуверенность она у нас у мусульман у всех наверно у многих афганцев где в общем мусульманскими третье смотрю я вижу что у нас не закладывают с детства что у нас огромное наследие мы богом избранные люди что мы мусульмане у евреев это есть у нас к сожалению я этого не наблюдаю и конечно же не черня своих родителей просто видишь эту модель поведения которые детства наши наши родители закладывают я имею ввиду что может быть где-то теплоту и любовь сами не получили они детства какие-то плохие слова говорят там например из тебя ничего не выйдет и ты выходишь в мир самоутверждаться и на самом деле вот это есть такой минус сначала мне кажется что вот мы должны вот это все закладывать своих детях да то есть уже альхамдуллах у нашего поколения есть знания огромные знания которые там в свое время наверно только ученые люди могли получить там богословский перевод на руках корана у всех на руках перевод то есть где ты хочешь какие знания получить у тебя все в доступе и например такие имамы как шамиль хажат они там дают такой контекст жизни да то есть этот перевод ты уже видишь его в жизни и например если от коране то что разве ты не видел образное сравнение которого который аллах дает доброе слово подобно дереву да которая плодоносит а плохое слово как дерево без корней которые проедаем и дать червями и аллах укрепил верующих людей добрыми синусом на самом деле я думал я там и ты понимаешь что что где-то кто-то комплимент тебе сделал и ты потом ходишь у тебя крылья появляются и альхамдуллах ильдар хазрат один на первый шутер который организовал он такой комплимент сделал после которых я на самом деле не мог сидеть мне просто хотелось гору перевернуть и сделать очень много хорошего для уммы для афганистана и он сказал ведь решатка целая умма он как и про имали сам и на самом деле это казалось бы вот такие вот две строчки но она такая на такие такую энергетику они носят что я думаю что если бы каждый родитель своему сыну это говорил у нас был бы я не знаю такие люди как у мамы у марина римана хаттаб да то есть потому что в этих людях например я уверен что пророк них верил то то есть я у них появлялись крылья и для меня мой отец очень много дела альхамдуллах но у нас есть незнание некоторых вопросов где-то вот это слово да мы забыли на этот хадис говори благо или молчи и мне я стараюсь этот хадис практиковать и стараться вот с людьми пересекаюсь сделать какой-то комплимент пример бассейн хожу там есть уборщица и и говорю ой помолодели игру по строительству такая там сразу у него улыбка на лице я уверен что это доброе одно слово вести не будет прокручиваться и вот на самом деле нам нужно быть аккуратным с вами потому что ведь не знаю сколько раз человек это потом повторить но это к тому что вот был какая-то неуверенность она прошла за счет того что сама утверждался в борьбе тайском боксе но опять же мы были в таком окружении когда ты идешь там футбол играть это то есть свои там минусы от этого окружения тоже получал например в то время было модно люди ставки на футбол делали а ты тогда у тебя знание ислама нет ты тоже начинаешь в это все уходить я помню я где-то у меня были накоплены деньги тогда 10-15 тысяч и я попал в азарт в этот сначала выиграл нам хорошенько и потом мне это затянуло все что было проиграл и после этого я именно поехал в аганистан я проиграл 15 тысяч рублей уехал в аганистан и для на это тоже обмелся талаха что я эти 15 тысяч рублей чувствовал на каждом этапе месяц жизни которая была в аганистане то есть раз в четыре года ездил в аганистан и ты как бы вот с облаков на землю спускаешься потому что в москве ты все равно где-то в облаках ты не видишь такую жизнь бедных людей жизнь людей которые правда там живут на 100 долларов на 50 долларов в месяц семьей я это видел тогда наверно эти 15 тысяч было где-то 30 курс по 500 долларов а у меня родственники 100 долларов месяц зарабатывали я на самом деле очень хорошо прочувствовал эту потерю я думал на каждом этапе кого ты вижу кто с тележкой там парень там лет шесть работает с тележкой эту позже я же и то есть для меня это было такой очень сильный удар и я этот месяц видел эти 15000 на каждом с кем я пересекался ну конечно же видел такие кадры когда дома там трехэтажные четырехэтажный там и ты думаешь боже мой говорят америка виновата россия виновата по факту же это же выйти дома построить и ты смотришь что что это же большинство из-за краденных денег это чиновники да и ты думаешь боже мой половина комнат пустуют и это на наши родственники то есть ты смотришь на них думаешь ну а те родственники которые бедствуют тебе не стыдно в таком доме находиться и даже такой роскоши домов я даже в москве не видел ну то есть понимаешь что что я вот на нашем вечере такую сказал то что в итоге только личным примером мы на что-то можем повлиять или в итоге виноват каждый из нас который думает это дело же не во мне но дело в каждом из нас